Калядный кермаш, ля ратуши, великий гостиный двор открылся в верхнем городе Минска. Ведущие новости, по сути, главные вестники новогодних праздников. С начала декабря они рассказывают о предпраздничной суете, итогах старого и планах на Новый год. Время новогодних праздников самое горячее у нас на работе. У меня абсолютно не было возможности купить ёлку, выбрать. Я решила сделать её из книг, так как я люблю читать. И мне кажется, сейчас довольно популярны необычные ёлки. Вот мне помогает её сегодня украшать моя питомица Фиона. Это символ будущего года, и я надеюсь, что он мне принесёт удачу. А Фиона любит подарки? Конечно, очень, особенно еду. Её любимое лакомство – это тыква. И она всегда рада кусочек съесть. Значит, мы угадали с подарком. Я надеюсь, что этот год будет таким же счастливым, как урожай этого года. Конечно, завести такого питомца сможет не каждый. Но символ Нового года у вас должен быть в виде свечи, вот такой вязаной игрушки, или свинки в виде бумажного 3D-конструктора, который будет не только приносить удачу, но и станет украшением интерьера. Разнообразие розовых пятачков можно найти на новогодних маркетах, которые будут работать вплоть до самого Рождества. Здесь же не только главный символ года, но и подарки для самых близких и родных. Мы делаем зайцев, которые, ну, я думаю, что просто источают какой-то и праздник, и уют. Я вот предлагаю вам его взять в ручки, потому что он очень мягкий. Делаем подарочные наборы. Здесь вот у нас, например, юбочка, тоже сделанная нашими руками. Дизайнерские игрушки, стильные украшения и аксессуары из кожи и дерева. Скетч-открытки, которые помогут возродить былые традиции. Вместо стандартных имейлов и смс отправить бумажное поздравление. Картинки в интернете недостаточно, чтобы передать все вот эти ощущения. Вот, поэтому я стараюсь в свои открытки вложить немного праздника и любви. Когда поздравления разосланы, подарки куплены, символ года занял свое почетное место, время подумать и о праздничном столе. Меню можно подсмотреть в столичных кафе и ресторанах, которые каждую зиму удивляют чем-то изысканным своих гостей. Это блюдо, это тартары из раковых шеек, маринованных раковых шеек, с арбузной редькой и укропным маслом. Забегая вперед, я опять-таки использую сугубо белорусские продукты. Это называется лицо новой белорусской кухни. Это современный подход к нашим продуктам. И, соответственно, раки можно заменить креветками, например. Кто любит морепродукты, креветки такие легкие, легкую устойую на новогоднем столе, можно сочетать ее также с арбузной редькой, либо с черной редькой, либо с зеленой редькой. Это на рынке, на рынке никаких проблем, даже в гипермаркетах все это дело есть. Надо гостей учить и дома экспериментировать, делать какие-то интересные вещи, например, такие тартары, какие-то легкие закуски. Праздничный стол, наряд, хорошее настроение – пожалуй, все, что нужно для встречи 2019-го. А еще успеть озвучить самые сокровенные мечты, которые обязательно сбудутся в новом году. Кстати, загадать желание можно не только в новогоднюю ночь, но и здесь, на одном из столичных рынков, потеряв нос – символу Нового года. Наталья Кузьминская и Илья Максимов – самыми добрыми пожеланиями для жителей твоего города.